Зачем здесь Марс? Зачем нам стерилизовать аппараты, которые будут в Марс? Поднимайте руки, кто может доказать или сказать, что он абсолютно уверен, что на Марсе своей жизни нет. Вот абсолютно уверен там, я не знаю. Может, это все показать? Да, да, да. Есть ли у вас такая уверенность? Нет. И ни у кого нет в Средиземном мире? Хорошо. Что произойдет, если в одну биосферу попадут организмы из другой биосферы? Вы понимаете, тут не проблема для умов, а будут проблемы целой системы жизни планеты. Вы можете заранее предсказать, как провзаимодействуют организмы земного типа с иными организмами? Вы согласны брать на себя ответственность за уничтожение или кризис жизни на целой планете. Вот понятно? Даже несмотря на то, что шансы очень невелики, реальные шансы очень мало. Убил луны, считай, они вообще исчезающие мало. Ну, то есть, представьте, жизнь в умных условиях. У меня, допустим, фантазии не хватает. Но, тем не менее, тем не менее. Что в данном случае более оправданно? На всякий случай приложить все усилия к тому, чтобы подстраховаться? Или потом ощипывать на себя волосы, бить в грудь пятками и кричать, что мы не виноваты, мы не могли ожидать? Вот, несмотря на все ваши рассказы, события изменить можно или нельзя? Нет. Вы уже внесли непоправимое, вы совершили непоправимое действие. Поэтому, в общем-то, желательно предусматривать возможности как раз таких необратимых, непоправимых действий и стараться это избежать. А если все-таки уже докажут, что жизни там нет? Для данной конкретной планеты? Да. Дайте определение жизни, пожалуйста. Вот прежде чем выдвигать некоторые соображения, неплохо понимать, о чем вы, собственно, говорите. Мы играем в такую игру. Попробуйте сконструировать основы живых организмов, обитающих в фотосфере звезд. То есть, светящиеся короли, окружающие звезду. Теоретически представить возможно. Попробуйте представить себе живые организмы, обитающие на планетах газовых гигантов. С температурами, ну не то чтобы рядом с абсолютным нулем, но с температурами застывших и жилких газов. Теоретически возможно. Понимаете? Как вы можете доказать отсутствие жизни в том или ином месте? Если выбора не останется, кроме как на Марсе переселяться. Как на Марсе переселяться, тогда переселимся на Марсе. Но на всякий случай предварительно уничтожать жизнь на целой планете, вот это следствие ваших компьютерных игр. Где вы одним махом можете стирать цивилизацию, убирать один тип живых существ, населять другой тип живых существ, проводить войны, завоевания и так далее. Просто нажимаем на кнопку. Запросто. И так интересно, и так круто, и плёго. Опять попробуйте представить себе, что вы не компьютерную игру, а что жизнь на Земле – это чья-то компьютерная игра. И следующим ходом кто-то поприкадит и просто вас сотрёт. Это же очень интересно. Такая пустяшная штука. Ну, взял, нажал определенную губинацию кнопочки. На всякий, причем даже без большой необходимости, а так в качестве заготовки. А вдруг вы потом помешаетесь? На всякий случай, взяли вас в тюрьму. Классно, да? Отличный взгляд на окружающие. Народ, вы не настолько малы, чтобы не понимать, что компьютерная игра – это одно, а реально же нет, что это другое. И делать такого сорта заготовки, на всякий случай сожгу всё на полную, глядишь потом, у меня будет меньше опасности. Ну, а тут не лучшее отношение в жизни. Помогу. Если врача не найдут эту жизнь, нельзя сказать, изучать будут ли как-то. Коля, а вы считаете, что, так скажем, любая сущность, где бы она ни находилась, обязательно требует вашего активного снеотношения? Как вы думаете? Хорошо, европейцы, допустим, не открыли Австралию. Не открыли. Ага. Австралийским аборигенам при этом хуже бы желать? Нет. Нет ответа на этот вопрос. Хуже и лучше всегда по отношению к чему? По отношению к европейским стандартам, представление о том, как жить хорошо, да? По отношению к своим стандартам, нет лучше. Понимаете? Вы вот этими оценочными понятиями пользуетесь как герлокальная. Вот приклеил к некоторому явлению слово «хорошо», а к другому явлению приклеил слово «плохо». И вот так на всю жизнь дальше эти явления несут эти ростки. Но не бывает такого. Это всегда по сравнению с чем? По отношению к чему? В иной форме оценочные критерии просто не существуют. Угу. Продолжение следует...